Сегодня в России приостановили авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Росавиации. Исключение коснутся только перелетов из Москвы в столицы и крупные города 146 государств. В каждой из них только один рейс. Новые меры не затронут также чартеры, которые должны вывести всех иностранцев из России и доставить наших граждан на родину. В таких условиях основная нагрузка по перевозке ложится на железные дороги. Насколько готов Тюменский вокзал к росту пассажиропотока и какие меры безопасности уже приняты, расскажет Николай Смирнов. После закрытия авиационного сообщения с другими государствами, железнодорожный транспорт стал основным перевозчиком пассажиров. Несмотря на режим повышенной готовности, Тюменский вокзал работает в прежнем режиме. Средняя ежесуточная пропускаемость пассажиров составляет около 6000 человек. Все те же поезда, которые курсировали, они продолжают курсировать и в северном направлении, и в других направлениях. За исключением международных поездов, которые были отменены. Информация о состоянии пассажиров поступает к нам, ну или точнее сказать, в медпункт от начальников поезда. В самом вокзале кратно увеличилось количество влажных уборок. Протираются все поручни, перила, ручки дверей. Персонал переведен на масочный и перчаточный режим. Также создан необходимый запас всех дезинфицирующих средств, как для ручной, так и для машинной уборки. Органы Роспотребнадзора ведут бдительный контроль за пассажирами, прибывающими из других стран. Напомню, сейчас, когда авиасообщение прекращено, эти люди прилетают в Москву, где проходят первичный контроль, а дальше поездами разъезжаются по всей стране. И именно с этого момента Роспотребнадзор ведет их до самого дома, где они получают на руки предписание о 14-дневном карантине. У нас выявлены были только единичные случаи, которые лица потенциально могли быть источником ОРВИ, либо вне больничной пневмонии, либо коронавирусной инфекции. В данном случае эти лица снимаются непосредственно с пассажирского поезда и организуется за ними медицинское наблюдение с лабораторным обследованием. Пока таких случаев в Кеменской области не было. А вот большинство пассажиров, приезжающих на ЖД вокзал, масочный режим не соблюдает. Говорят, коронавирус их не пугает. Ну, я считаю, что есть заболевания, от которых люди больше умирают, чем от коронавируса. Да нет, я только взошел сюда еще. А с чего я должен бояться? Просто не страшно. Русский авось. Железнодорожный транспорт справляется с работой в режиме повышенной готовности и всегда готов оказать помощь как собственными силами, так и с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Николай Смирнов, Александр Изосимов, Тюменская служба новостей. Домой в Тюмень сейчас возвращается наш коллега Ксения Танасийчук, правда самолетом. Она отдыхала во Вьетнаме. Какая обстановка в этой стране и как проходит досмотр в аэропорту Ничанга, она готова рассказать подробности. Мы приехали в аэропорт Ничанга. Сегодня улетает один из последних рейсов в Россию. Улицы пустые, в аэропорту не было тепловизоров, какого-то особого контроля. Настроение у вьетнамцев просто, чтобы поскорее русские и все остальные туристы освободили Вьетнам. Единственное правило, мы должны все обязательно быть в масках. За это полагаются штрафы. Народу почти нет, аэропорт пустой. Мы сдали уже багаж, прошли паспортный контроль. Сам Ничанга пустил. То есть, вьетнамцы даже начали снимать маски, потому что все туристы уже покидают страну. Отели закрываются. 95% отелей уже закрылись. Те, в которых остаются по несколько туристов, их всех переселяют в один отель. В целом, паники нет. Обстановка спокойная. Надеемся, что тоже долетим благополучно. По прилету в областной центр Ксения, как и полагается, в таких случаях пройдет двухнедельный карантин. А мы продолжаем выпуск. Тюменские предприятия переходят на дистанционное обслуживание. О закрытии офисов уже сообщили некоторые застройщики. Рынки и магазины организуют доставку товаров. А сегодня клиентский центр закрыл Тюмень-Водоканал. Александр Гришаков расскажет, как изменилась жизнь тюменских офисов. Дверь закрыта, а посетители встречают вот такое объявление. В связи с введением Тюменской области режима повышенной готовности Росводоканал Тюмень прекращает очное обслуживание клиентов до 13 апреля. Известно, что Тюменский СОК ежедневно посещали около 300 человек. Сейчас всех их перенаправляют либо в колл-центр, либо на сайт водоканала. Мы усилили свой колл-центр, добавили четыре дополнительные линии. То есть по всем вопросам можно обращаться через колл-центр. Также у нас остается обращение на сайте. Для юридических лиц это личный кабинет. Он продолжает работать. Там можно получить документы, произвести оплату. Для физических лиц также предусмотрена и передача показаний, и оплату также можно производить на сайте. Тем временем Тюменский расчетно-информационный центр решил не вводить дистанционное обслуживание. Дело в том, что с 20-го числа начинается время передачи показаний приборов учета. И в отделениях всегда многолюдно. Особенно их любят посещать люди преклонного возраста. Но специалисты посчитали, что тюменцы сами стараются заботиться о своем здоровье. Так ежедневно 30 посещали около 800 человек, а в минувшую пятницу было всего 400. На всех абонентских пунктах у нас есть антисептики, которые мы предлагаем. Сотрудники обязательно, понятно, предлагаем и посетителям. Трижды в день с антисептиками убираются пол. Все поверхности, которые касаются людей, то есть ручки, стойки, протираются раз в два часа с антисептическими средствами. Из-за пандемии на карантин закрылись суды. Все дела, которые можно отложить, переносят на более поздние даты. В ближайшие три недели будут проходить процессы, которые не требуют участия сторон. Исключение для особо важных разбирательств. В тюменских исправительных колониях также вводят повышенные меры профилактики. Все свидания с родственниками временно запретили. На посылки и передачи ограничений пока нет. Персонал работает в особом режиме. В целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Тюменской области реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических мероприятий. То есть на данный момент приостановлены все культурно-массовые мероприятия. Для посетителей организован то есть масочный режим и измерение температуры при входе в учреждение. Ранее появлялась информация о закрытии многофункциональных центров, но официальные источники данные не подтвердили. Все офисы работают все в том же режиме. Также открыты офисы компании «Восток», куда люди понесут показания приборов учета электричества. Александр Гришаков, Александр Вележанин, Тюменская служба новостей.